Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня я по вашим заявкам, наконец, покажу вам наглядно, из чего же было приготовлено то самое говно, которое ел Пахомов в фильме «Зелёный словник». Вот я специально для вас купил в русском магазине, называемую сливочную колбаску. Отклей цену! Да, вот сливочная колбаска. Стоит она 1,25$. Продавалась она оценённо, потому что она слегка засохшая, но я постараюсь её довести до кондиции. Итак, на самом деле, это фрагмент этого большого сливочного полена. Полена большая, колбаска маленькая, но сейчас я из этих двух колбасок сделаю что-то похожее. Вот то, что вы видели в кадре. Вот я раскрываю, вот такая она, наверное, самая колбаска. Вот вторая колбаска пошла. Как видите, оно лепится, как пластилин. Чтобы оно было более эластичное, я добавлю немножко водички. Вот так. Собственно говоря, Пахом так и делал. Я вас уверяю, он использовал ту воду, которая там была. Вот я мну её, разминаю. Разминаю эту самую колбаску. Добавляем ещё воды. Вот так вот. Там то полено было посвежее, конечно, естественно. Колбаска менее свежая. Я повторяю, что я её купил по сниженной цене. Другой же нету. А? Другой не было ещё. Другой не было, да. Это вообще было единственное. Но популярность особо не пользуется. Так. Итак. Значит, насколько я помню, было два куска, кажется, говна. Да? Вот. Мы сформировали что-то вроде говна. Может быть, немножко оно по цвету. Здесь отличается. Это было, кажется, чуть-чуть потемнее. Но материал, я уверяю вас, абсолютно такой же самый. Я поставил тарелку на говну. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Вот так. Вуаля. Сними тарелку с говны. Братишка, я тебе покушать принёс. Вот. Вуаля. Красиво. Красиво. Теперь мы переходим от колбасок к вопросам. Вообще, очень противная консистенция. Липкая, жирная. Только что ты села одну. Руки не отмоешь. Да, я съел такую одну. Вкусно она мне не показалась, честно. Очень приторная, чрезмерно сладкая, даже с чаем. Хорошо, вопросы. Вопросы. Теперь пошли вопросы у нас. Смотрели ли вы «Андалузский пёс» и другие произведения в жанре арт-хаус? Смотрел ли его Баскова и актёры «Зелёного сломика»? Ну, на этот вопрос я отвечу следующим образом. Естественно, смотрели. То есть, спрашивать такие вещи без обид для автора, да всё равно, что спрашивать, например, лингвиста или искусствоведа, читал ли он букварь. Ну, разумеется. Разумеется, ребята. Мы смотрели, я уже говорил, да? Я не зря говорил в предыдущих выпусках о том, что мы были такие прото-хипстеры. То есть, люди, которые очень тщательно относились ко всему тому культурному багажу, который имел место, которое можно было достать. Вообще, то есть, мы смотрели практически весь арт-хаус, всё смотрели. Другой вопрос, что, как из... Вот сейчас просто простой пример приведу, да? Наверное, не каждый слушатель Битлз может воспроизвести аккорды естеды и пресловутого, если он вообще никогда не брал в руки гитары, вообще ни о нотной грамоте, ни... у него нет ни слуха, ни голоса, ничего, да? То есть, может ли человек, может ли актёр, режиссёр или кто-то воспользоваться тем, что он смотрел? Воспользоваться, уверяю вас, может не каждый. Для этого существуют киношколы, для этого студентов чему-то обучают довольно длительный период. Значит, на втором курсе все студенты обязательно мечтают быть Тарковскими во ВГИКе, во всяком случае. К последнему курсу они уже мечтают быть абсолютно коммерческими режиссёрами. Только один из всего потока может всё ещё мечтать о том, чтобы быть вторым Тарковским. Или как-то продолжить его дело, ну вот как со Звягинцевым случилось. Это ужасно воняет. Да, ну, между прочим, вот эта хрень... Вот в таком виде она ужасно воняла. Да, вот она воняла. И, значит, все говорили на съёмках, что эта хрень ужасно воняет. Она ещё под софитами, на самом деле это говно фальшивое, таяла, успешно таяла. И вот так вот вываливалась из зада Пахомова эта штука. Вот так как она, вот так. Ай, хороша, вся, вся, больше не хочу. Да. Вот. И американские студенты, соответственно, все мечтают быть Спилбергами, конечно. Ну, прям с первого курса. То есть у них в этом смысле всё в порядке. Они очень коммерческие все. Вот Боряна сейчас преподает как раз в киношколе для профессиональных людей, которые станут впоследствии работниками Голливуда. Станут ли они режиссёрами или актёрами, или там ещё кем-то, или просто дворниками. Это уже другой вопрос, это уже их персональные проблемы. Но, как правило, в киношколу идут люди, ну там 3%, которые приходят в американскую киношколу, это люди, которые имеют предварительные связи. То есть у них есть какая-то семейная преемственность. У них там отец режиссёр или мать там кто-то и так далее. Что за композиция «Айрон Баттерфляй» играет? Да, игра эта в «Зелёном слонике». Что за композицию, мне надо её искать. Просто честно, вот я лентяй. Я должен был прослушать, наверное, опять все альбомы «Айрон Баттерфляй», чтобы найти эту композицию. Я на вскидку не помню. Уж извините, я обязательно найду её и выложу в сеть. Изменилось ли отношение к «Коке», «Слонику», «5 бутылок водки» за эти годы? Изменилось, да. Я считаю, что... Ну, к «Слонику» нет, допустим. У меня вообще никаких претензий к «Слонику» нет. Ну, есть чисто визуальные претензии. То есть ко мне самому, собственно. К игре актёров нет точно никаких претензий. К моему собственному монтажу у меня нет претензий. Есть претензии к картинке, есть претензии к спецэффектам. Это у меня персонально. Ну, ещё бы я, наверное, сейчас, если бы это как-то повторялось, я бы, конечно, звук иначе записывал. Просто иначе. И тогда мы могли это записывать на нагру, например, но Светлана не хотела этого делать. Хорошо. Следующий вопрос. Что значит просьба Эпифана в «5 бутылок водки»? Я не знаю, на чём это. Просьба. Ну, а что здесь написано? Что значит «про просьба»? А, это есть продолжение. Просьба Эпифана, девственник... Да, девственница, убить себя. И кто в роли девственницы? Не Баскова ли? Ну, уверяю вас, что Светлана Баскова, конечно, во-первых, она не сумасшедший человек, она не стала бы никогда сниматься сама в роли какой-то там девственницы. Вы как бы просто совсем не знаете человека, чтобы такое подумать. Светлана – это режиссёр. Светлана – это человек, который манипулирует людьми, как любой режиссёр. Очень редкий режиссёр снимается сам. Как правило, снимается он не в таких ролях. Я не помню, чтобы какой-то режиссёр снимался в какой-то унизительной для себя роли. Это была украинская актриса, театральная украинская актриса. Она тогда недавно приехала в Москву, у неё был сильный украинский акцент. Она даже пробовалась в фильме с репликами, но потом эти реплики отпали из-за её именно украинского акцента, который вначале нам показался очень смешным, а потом, в общем, Светлане он потом не показался интересным. На самом деле ли они трахались? Ну, конечно, нет. Естественно, это кино. Кто? На самом деле это же не порно кино. Если бы там были какие-то крупные планы, ещё можно было как-то в этом заподозрить кого-то. Но вообще это ни цель, ни смысл. Зачем это нужно? Про просьбу ты не ответила. Что это за просьба? Просьба — это... Можно это сравнить с такими масонскими ритуалами, с инициацией, с переходом из этого мира в другой мир и так далее. То есть это не смерть физическая как таковая, а это переход в иное качество. Хорошо. Как относитесь к другим арт-хаусным муви, пыль, шапито, шоу, груз 200? Значит, к отдельным местам этих фильмов я отношусь очень положительно. В целом оцениваю эту на троечку. Уж как бы пусть меня простят поклонники. Лобан для меня это, ну, такой, в общем-то... Режиссёрка, уж извините, всегда пыжился чего-то такое сделать. Он был под большим влиянием, естественно, того же «Слоника» и так далее. Моих фильмов. Даже называл себя когда-то моим учеником. Сейчас, наверное, такое он уже не скажет. Меня, честно говоря, покоробило когда-то, что он так сказал, потому что мне было стыдно за то, что он делает. Ай, хорошо, груз 200, хочешь говорить? Аша Петушу, в нём есть, безусловно, очень неплохие моменты. Но фильм, на мой взгляд, дико длинный. А ещё использование Мамонова как актёра, человеком, который не способен совладать с актёром, оно, мне кажется, ошибочным. Потому что тут Мамонов, его авторитет, он давит авторитет режиссёра. То есть Мамонов вытворяет на съёмочной площадке то, что он хочет. Как в своё время Высоцкий вытворял у Киры Муратовой то, что он хотел. То есть что делает актёр, который ещё музыкант, при слабом режиссёре, дебютанте и так далее. Он делает следующее. Он выстреливает своими музыкальными номерами. Потому что актёр, я должен вам просто объяснить, что такое актёр ещё раз. Актёр – это человек, который не знает меры. Он может многое, но он не знает, что хорошо, что плохо. Вот режиссёр – это человек, который заставляет актёра делать то, что хорошо, если он хороший режиссёр, разумеется. Выделять из этого потока, из этого объёма знаний только хорошее. Если режиссёр плохой, если режиссёр слабый, если у него нет авторитета, тогда актёр выплёскивает весь свой поток умений. И как бы показывает, а я и так могу, и вот так могу. Я на гитаре играю, вообще очень талантливо. Я ещё стихи пишу и так далее, и так далее, и так далее. В результате получается хрень собачья. В результате получается просто каша. Хорошо, следующий вопрос. Которую добавлено ещё там розочки от торта, понимаешь? Вот. Такое. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Остались ли не вошедшие в зелёный слоник материалы и нельзя ли их залить в сеть? Значит, такие материалы действительно остались. Они есть у Светланы. То есть у меня конфисковали часть только съёмочного материала. То есть то, что снималось на дигитальные кассеты. Потому что фильм снимался на два формата. Он снимался на камеру, как сказать... Супер Виктор. На Супер Виктор. На Супер Виктор. И, значит, соответственно, на... Не HD, господи. На дигитальную камеру. Вот. Соответственно, конфисковали у меня кассеты, снятые на цифру. А у неё, то, что снято на аналог, у неё всё это осталось. Размагнитилась она, не размагнитилась, я не знаю. Я думаю, что она за эти все годы ничего этого не смотрела. Значит, исходник находится на битакаме. Но это смонтированная версия. А что касается вот этих исходников сырого совсем материала, то... То они, конечно, есть. То есть там, например, есть, я думаю, сцена, которая не вошла в кино, где Пахом по сценарию должен рассказывать был сказку про лисицу. Сказка очень смешная. Но вообще, на самом деле, очень многое из того, что Светлана прописала в сценарии, оно не вошло именно потому, что Пахом очень неорганизованный, очень своенравный актёр, который не хотел категорически... Он просто бойкотировал сценарный материал. Он капризничал, он кривлялся. Мы снимали там пятый, десятый, двадцатый дубль. Он напивался всё больше и больше, а произносить не хотел. Под конец, как бы, то есть, если вначале это ещё была какая-то членораздельная речь, то есть, для него, естественно, не составляло труда заучить этот текст, ни в коем случае. Для него составлял труд именно то, что, как бы, он не сам это придумал, это, как бы, не его. Вот он, как бы, для себя придумал что-то, какой-то образ. А это, как бы, по его мнению, противоречило его образу. Поэтому он так кочевряжился, как я это понимаю. Сказка смешная, сказка концептуальная. То есть, она, на самом деле, иллюстрировала само состояние Светланы в то время в киномире, в кинобизнесе. Эта сказка, как бы, про неё написана ею самой. И включённо в этот фильм должен был быть такой рассказ Пахому, поучительный, который он рассказывает Епифану. Когда они сидели уже в другой локации, в яме. Вот там, значит, Пахом должен был рассказывать эту сказку. Сказка про то, как лисица с правдами и неправдами соблазняет разных зверей, для того, чтобы они стали в пирамиду, большую пирамиду, а она бы забралась на эту пирамиду, на самый верх, чтобы достать до неба. И, значит, соблазняла она зверей тем, что, когда она достигнет неба, то она увидит его, как оно выглядит на самом деле, и она расскажет им всем, что такое небо. То есть она их соблазнила вот этой мыслью, что она может быть каким-то посредником между этими животными, метафорическими, конечно, и небесами, то есть Богом, да? И вот когда она достигнет этой верхней точки соприкосновения с Богом, тогда она, конечно, всё всем расскажет. И вот, значит, эта пирамида собиралась, собиралась, собиралась из всяких животных. Там были очень много перипетий. Почему, так сказать, вот это животное там сопротивлялось, как-то оно не пришло, лиса там как-то очень хитро обманула и так далее. В общем, одним словом, лиса достигла неба, и когда она достигла неба, то пирамида развалилась. Но лисица осталась на небесах, а все остальные животные попадали вниз и погибли. То есть это не вошло? Это не вошло, да. Следующий вопрос. Как Маслаев согласился на сцену Минета в голове? Как Маслаев согласился на сцену Минета в голове, это вообще абсолютно не проблема для Маслаева, преодоление каких-то таких вещей. То есть он мог сделать очень многое на сцене, вообще без всяких проблем. Я думаю, что не то чтобы он... Здесь дело не в сексуальной ориентации, разумеется. То есть Маслаев человек, который мог работать без дублера, да, если от него хотели вот это, если ему нравилось самому по какой-то причине, по причине экзотичности, по причине вызова, прежде всего, и потажа, да. Потому что это очень потажный поступок сделать такое в кино. Я думаю, поскольку он хулиган, в принципе, по своей природе, такой потажный поступок был для него совершенно нормальным. Расскажите о сцене с разбитой бутылкой, перед бутылкой водки. Значит, сцена с разбитой бутылкой, это была сцена не запланированная, точно. То есть мы предполагали, что Пахомов должен как-то себя брутально вести с этими бутылками, ну, то есть бить их, да, вот он должен был их бить просто там об стены, об пол и так далее, жонглировать ими, вот это было в сценарии. То, что он должен был разбивать бутылку водки об голову, это, конечно, никто вообще не мог предположить. И как бы Света не такая садистка, чтобы заставить своего актера сделать такую вещь наручную. То есть он сам это делал? Он это сделал совершенно без предупреждения наручную. Мы были, ну, как бы, мягко говоря, в шоке, потому что было очень сильное кровотечение, застряли осколки стекла у него в голове. Бутылка, естественно, не была там какой-то специальной из шугар-глаз, да, как это в Голливуде бывает, как-то это сахарные бутылки, которые разбиваются очень легко в голову. Настоящая стеклянная бутылка с водкой и так далее. И для Пахомова это был, конечно, перформанс, это был его такой ответ на какие-то радикальные жесты в жизни, которые он видел, такой пацанский ответ. Как родился монолог Маслаева об офицерах? Монолог Маслаева об офицерах был прописан в сценарии. То есть он его просто повторил, вот и всё. Какой на самом деле смысл во «Взеленом слонике»? Вот это очень интересный вопрос о смысле «Взеленого слоника». Значит, на самом деле любое произведение искусства имеет смысл свой. Нет вообще произведения искусства без смысла. Если вы внимательно подумаете об этом, то вы поймёте, что создать произведение искусства без смысла и вообще совершить какое-то действие в этой жизни без смысла практически невозможно. Это просто дзен-задача. Это вот как в дзен-практиках существует такая медитация, когда ты должен заставить себя ни о чём не думать. И тогда, когда ты себя заставишь ни о чём не думать, ты как бы с Богом соприкасаешься, потому что Бог заполняет этот вакуум. Ну и какой смысл? Какой смысл в «Слонике»? Смысл следующий. Смысл, как я уже говорил, о выживании слабого, о выживании зануды, о силе занудства, о силе слабости. О том, что слабый человек, он может доминировать на самом деле, что его слабость, она кажущаяся, что сила его не в этом и так далее. А то, что кажется на самом деле на первый взгляд сильным, то есть мачо накачанный и так далее, он на самом деле намного слабее, чем этот вот зануда, карлик там, урод и так далее, который ест говно. А не является ли это социальной критикой? Конечно, это является социальной критикой. Естественно, это социальная метафора. Поэтому как бы нельзя рассматривать этот фильм как фильм о каких-то военных. Безусловно, военная – это просто схема, не более того. Вообще вся эта коллизия, что это там военная тюрьма, что там какие-то офицеры, что у них есть какие-то звания, это чистая условность. Поверьте мне, Светлана Баскова, это, как я уже говорил в одном из своих интервью предыдущих, это бывший художник-абстракционист. Поэтому у нее мышление художника-абстракциониста. Для нее есть какие-то определенные условности, есть минимализм картинки и так далее, прочих вещей. В какой квартире бухали парковные масла и в коке? Значит, использовалась для этой сцены квартира Вики Соколовой, известной вам по фильму «Коке. Бегущий доктор». Там она сыграла женскую роль. Хорошая, на мой взгляд, очень хорошая актриса. С ним было очень приятно работать. Бывшая чемпионка по теннису. Почему? Что-то здесь написано. Капитана так жестоко убили в зеленом слонике. Капитан вылил на голову масла и настоящий чай. Да, настоящий чай. Вылил настоящий чай, капитан. Но не поэтому его так убили жестоко. Потому что он вылил настоящий. Ну, просто так было запланировано. Что вот такой-такой брутальный конец конкретно этой единицы. Человека-единицы. Почему чистить зубного и пифана заставляли именно вилкой? Потому что это вообще очень традиционно для армии придумывать какие-то издевательства. То есть это очень традиционный инструмент, неподходящий. Например, мыть пол зубной щеткой. Или чистить унитаз вилкой. То есть там скрести бляху от ремня иглой, например. То есть это просто чистая издевательность. Хорошо. Откуда фраза без хуёв? Фраза без хуёв, она была просто... Ай, тихо! Фраза без хуёв, она была просто популярна в это время в московской среде. Это нормально употребимое такое выражение. Хотела ли Баскова снять зеленый слоник как трагедия? Конечно, нет. Нет. Если бы Света хотела снять это как трагедию, она бы сняла это как трагедию. Не надо думать, что режиссёр такой осёл, что он снимал фильм как трагедию, а он вдруг стал комедией. Это же противоестественно совершенно. Сохранилась ли вилка, которая чесили говно? Конечно, нет. Вилка не сохранилась, безусловно. Её никто в то время не оценивал как какой-то трофей, артефакт, что-то, на что надо молиться, сохранять как-то. Её выбросили просто. Подробнее об Оскове? Ну, я вот не совсем понимаю, что хотят от меня в этом случае, потому что есть Википедия, да, есть там какие-то про неё сведения в интернете, которые, наверное, легко можно найти. И поэтому просто читайте, там, слушайте её интервью. А мои личные впечатления, да, я знал Светлану очень долго, долгий период времени. Естественно, я знаю там её привычки, её страхи, её болезни, много чего знаю о ней. Все эти подробности, я думаю, что они не имеют никакого смысла, чтобы я про них просто сплетничал как-то. Это не очень корректно. Кого вы играли в «Коки»? Я играл какого-то приятеля-программиста, который там присутствовал в кадре. Ну, это какая-то очень эпизодическая роль. Я, естественно, очень не хотел там сниматься. Света меня буквально заставила сниматься каким-то шантажом, как она умеет это делать. Вот. И я думаю, что это была очень плохая... До сих пор... Вот это я просто, кстати, об отношении к тем фильмам, это я вырезал беспощадно. Я вообще очень плохой актёр, не актёр, я режиссёр, ребята. Поэтому, как бы, это не моё, это я признаю, и мне себя видеть в кадре противно. Это последний вопрос был. Да. Ну, всё тогда. Спасибо за внимание, ставьте лайки. Надеюсь, что вам понравилось. Вот. Да, и вот вам закуска. Спасибо. Спасибо.